Существование под водой. Человек явно не приспособлен к этому. Но благодаря изобретению акваланга, дыхательного аппарата, мы способны плавать под водой, как рыбы. Но дышать под водой небезопасно. Маленькая ошибка, и можно навсегда остаться на дне. Это декомпрессионная камера. Ее используют для приведения в нормальное состояние водолазов, страдающих от декомпрессионного заболевания, известного как кессонная болезнь. Что это за болезнь? Почему она появляется? И почему излечивается здесь? Давайте разберемся, почему мы не можем дышать под водой. Ответ очевиден. Там нет воздуха. Однако это еще не все. Вода тяжелая. А раз так, то она давит на все, что погружается в нее. Включая наше тело. Даже если бы к нам поступал воздух через трубку, выведенную на поверхность, мы все равно не смогли бы дышать уже на глубине одного метра. Причина – давление воды на вашу грудь. Представьте, что вас обнял медведь. Грудная клетка стиснута. Вы не можете ни вдохнуть, ни выдохнуть. Выход из положения – источник воздуха под высоким давлением за пределами наших легких. Решение – в баллоне сжатого воздуха. Но давление воздуха внутри баллона слишком высокое, чтобы дышать им непосредственно. Легкие просто разорвутся. Нам нужно как-то контролировать давление. Вот этим и займется регулятор. Чем глубже вы ныряете, тем больше давление воды на ваше тело. Функция регулятора заключается в том, чтобы приспособить давление воздуха в баллоне к меняющемуся давлению воды. Это позволяет человеку дышать под водой так же свободно, как и на суше. Где же мы сталкиваемся с проблемой декомпрессии? Когда вы ныряете с аквалангом, то дышите сжатым воздухом, гораздо более концентрированным, чем на поверхности. В состав воздуха входит 78% азота и только 21% кислорода. Для жизни нам нужен кислород, а азот фактически бесполезен. Он просто циркулирует с кровью, пока мы его не выдохнем. Вы решили нырять с аквалангом. Чем глубже вы погружаетесь, тем более сжатый воздух вам подается через регулятор. То есть с каждым разом вы вдыхаете все больше и больше азота. И чем дольше вы находитесь под водой, тем больше азота скапливается в вашей крови. Все нормально, пока давление вокруг вас почти не меняется. Но резкое изменение создает проблему. Показываю. В бутылке с содовой много углекислого газа. Сейчас этого не видно, потому что бутылка находится под давлением. Вот такой небольшой слой воздуха и удерживает газ в жидкости. Теперь представим, что эта жидкость — ваша кровь. А вы долго плавали под водой с аквалангом. Вместо углекислого газа ваша кровь полна азота. Теперь предположим, что по какой-либо причине вам нужно быстро всплыть. Когда вы всплываете, давление воды на ваше тело резко падает. Для наглядности откроем бутылку с содовой. При стремительном падении давления газ высвобождается из жидкости в виде пузырьков. Внутри вашего тела падение давления вызовет образование пузырьков азота в крови. Это болезненное и опасное состояние. Пузырьки могут застрять в сосудах и заблокировать кровоток. Что может вызвать паралич и потерю сознания. Вы начнете страдать от декомпрессии. Как избежать проявления кессонной болезни? В принципе, можно быстро вернуться в воду. Но на самом деле нужна не сама вода, а давление воды. И здесь незаменимо это устройство — декомпрессионная камера. Камера в состоянии увеличить давление вокруг нас в шесть раз по сравнению с обычным. Иными словами, она способна воссоздать условия глубокого погружения прямо здесь. Увеличивая давление на ваше тело, камера буквально заталкивает пузырьки азота обратно в кровь. Как будто вы снова плотно закрыли бутылку с содовой. Когда пузырьки исчезнут, давление медленно уменьшают до нормального. Это позволяет легким постепенно выдохнуть весь лишний азот. Ныряльщики, находившиеся на глубине слишком долго, чтобы избежать кессонной болезни, поступают подобным образом. Они делают декомпрессионные остановки, то есть, поднимаясь на поверхность, останавливаются и пережидают. А в это время легкие удаляют лишний азот из крови, пока еще не поздно. Пытливые умы Пытливые умы Пытливые умы